Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Возвращаемся на финансовые рынки после прошедшего заседания Европейского Центрального Банка и подводим итоги того, что же случилось. Безусловно, евро показал мощную динамику. Мы настраивались на то, что это будет один из самых волатильных инструментов рынка Форекса. Ну, понятно почему. Это ведь Европейский Центральный Банк. И решение поставки самое главное прописано. Разложенная детальная карта того, как будут меняться, задействоваться, использоваться доп. инструменты монетарного стимулирования. И, честно говоря, то, что евро на текущий момент остается ниже отметки 1.1150, но не ниже уровня 1.11, я ни грамма не расстраиваюсь, друзья, потому что вчерашнее движение европейской валюты показало то, что главный валютный риск заряжен на фундаментальное снижение. И при дальнейшем развитии событий, у нас очень скоро наступит сентябрь, когда будет фактически принято решение о снижении процентной ставки на 10 базисных фунтов, мы дождемся, когда ставки поедут вниз. Мы переключимся дальше на тему программы количественного смягчения, ее неизбежный запуск. И, в принципе, может быть, будем искать уже сигналы того, что евро не просто закрепится ниже планки 1.10, а будет претендовать уже на движение в район паритета. Вроде бы как совсем нереальная цель. Может быть, когда-то предпосылки были даже более интересные с учетом политического кризиса. Но все-таки хочу отметить, друзья, что настолько серьезных проблем экономических, которые можно решать только за счет дополнительных монетарных стимулов, еврозона не видела очень давно. Поэтому я допускаю, что ближе к концу года, при сохранении нисходящей динамики по евро, мы все же начнем придерживаться ориентиров, таких амбициозных, как я уже сказал, на возможное снижение пары в район паритета. Ладно, к евро еще вернемся. Давайте поговорим о том, что происходило с нашими привычными активами, на которые мы также обращаем внимание. Нефть 63.34. Вялая динамика по нефтянке. Я думаю, что ситуация может разрешиться уже на следующей неделе, потому что, как вы знаете, на следующей неделе стартует очередной этап переговоров между США и Китаем. Эта тема очень важна. Если обратимся к истории, несколько месяцев назад, пожалуй, она была даже центровой в оценке того, что происходит на рынке нефти. Любой негатив мы использовали, чтобы продавать нефтянку, любой позитив мы конвертировали в идею того, что отношения между странами потеплеют, угроза замедления темпов роста мировой экономики будет убрана, и, соответственно, впоследствии это может сказаться на более высоком спросе на углеводороды. Сейчас на рынке нефти довольно интересная ситуация, потому что мы накануне, в среду, в принципе, имели очень хорошую базу для роста, но ее не отработали. Поэтому я позволил себе предположить, что инициатива, оказавшись на стороне продавцов, это произошло на очень спорных основаниях, и нужно наводить порядок в этом ключе. Нужно все-таки пускать вперед покупателей, потому что запасы нефти снизились, запасы дистиллятов снизились, бензины снизились, объем нефтедобочи в США сократился на 700 тысяч. И я думаю, что отчасти снижение запасов, это уже даже не последствия шторма в Мексиканском заливе. Это, наверное, тенденция, устойчивая тенденция, которая убирает проблему, снижает опасения избыточного предложения на рыбки. Ну, в общем, мы сможем убедиться в этом дальше, друзья, в ходе последующих отчетов. Сейчас повторюсь, что мы ориентируемся на то, что на следующей неделе пройдут переговоры. Я транслирую идею того, что пока что рынок оптимистичен, что будут какие-то прорывные моменты, хотя сколько раз мы уже убеждались в том, что это не так. Но давайте пока поддержим этот рыночный позитив. Если будут плохие новости, мы их констатируем, признаем, и тогда, может быть, изменим свою позицию по нефтянке. Пока что на текущем этапе я ставлю именно на вот эти положительные ожидания, позитивные я ставлю на то, что мне отработали еще данные по снижению запасов нефти, и я советую не забывать про Ближний Восток. Доллар иена 108.61. Вчерашние данные по заказам на товар длительного пользования превзошли ожидания участников рынка. Отсчет неплохой, и поскольку цифры почти в два раза оказались лучше прогноза, это несколько снизило ожидание того, что ФРС пойдет на агрессивное смягчение экономической политики уже на следующей неделе, кстати, друзья. Но здесь снова нужно отметить, неважно, насколько ФРС снизит процентную ставку. Это произойдет впервые за 10 лет. И этим шагом фактически начнется новая эра для ФРС, как раз новый период, который будет последовательно предполагать, что ставки, скорее всего, останутся под давлением, потому что того требует ситуация в плане экономической конъюнктуры. Темпы экономического роста снижаются, замедляются. Сегодня в 15.30 выйдут годовые данные ПВП за второй квартал. Важная статистика, как раз на нее будет опираться. ФРС на следующей неделе, так же, как ИЦБ, например, опирался на данные по активности в производственном секторе, которые вышли в среду. А поскольку статистика плохая, конечно же, ФРС нужно снизить процентную ставку. Даже 25 байсных пунктов это будет достаточно, чтобы мы смогли это отработать через ослабление курса доллара. Такие решения необходимы, потому что сам рынок уже настроился на это. Если сейчас ФРС будет мудрить, то это может привести к негативным последствиям такого шокового сценария, когда рынок не получит, то, к чему готовил сам ФРС до этого. Поэтому обязательно ставки будут снижены. Поэтому не выходите из коротких позиций по доллару и иене. Уверен, что мы сможем заработать на этой идее дальше. Фунт против доллара 1.2443. Британец остается под давлением. Джонсон вчера обратился к палате общин. И заявления были довольно интересные с тематика Брекзита, отметив то, что нужно готовиться к жесткому бредству. Я до этого говорил, что, пожалуй, при Борисе Джонсоне этот сценарий крайне невероятен. И вот он старается транслировать эту идею как центровую, пожалуй, своего текущего политического курса. Значит, если риск такой сохраняется, мы еще не забываем про то, что продолжится своего рода кадровая очистка, отставки министров. Он будет объединять вокруг себя тех министров, которые согласны с его политическим курсом. Мы еще об этом, я думаю, впоследствии поговорим. Но очевидно, что над фунтом нависает сейчас больше экономических и политических угроз, чем какого-либо позитива. Я не вижу причин для того, чтобы фунта покупать. Доллар канадец растет устойчиво. Друзья, 1.3162. Выдержала у нас поддержка 1.30. Давайте ориентироваться уже на тест планки 1.32. Тем более, что очевидно, после того, как на этой неделе вышли слабые данные по оптовым заказам, третий слабый отчет вподряд, Банка Канады точно изменяет свою риторику. И, по-моему, уже на следующей неделе нас ждет поступление Стивена Полоза. Австралийцы все ниже и ниже. Я надеюсь, что вы воспользовались идеей и продали, когда пара находилась выше планки 0.70. Это крайне предсказуемое, мне кажется, было поведение австралийца. Евро против доллара. Еще раз повторюсь, друзья, то, что в ходе вчерашнего заседания Европейского центрального банка Марио Драги признал, что без новых экономических стимулов экономика не справится. Он также отметил, что инфляция будет оставаться под давлением. И, к сожалению, во втором полугодии ситуация не изменится. Ставки будут снижаться, возможно, несколько раз в этом году. Мы ждем, что ИЦБ сейчас уйдет на каникулы, в сентябре вернется и тут же снизит процентную ставку. Мы ждем также перезапуска программы количественного смягчения. Горизонты здесь для снижения евро долгосрочные, на мой взгляд, очевидны и понятны. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.